И ZetSmart купил видеокамеру Panasonic HC-V760 Здравствуйте, здравствуйте дорогие зрители! Сегодня с вами ZetSmart и в этом видео мы рассмотрим о нашей видеокамере, друзья! Это у нас Panasonic, это у нас Panasonic HC-V760 Итак, вот это самая видеокамера и сейчас мы рассмотрим, что это за такая видеокамера Я эту видеокамеру купил для видеоблогинга, друзья! Теперь качество видео будет намного лучше, звук также будет лучше Эта видеокамера довольно отличное решение для съемок Ведь я снимаю на обычный фотоаппарат Nikon DX3300 Этот фотоаппарат очень плохо снимает, он ведь именно для фотографии Он не предназначен для видео и качество съемок всегда плохо Потому что освещение очень слабое и в вечернее время просто плохо съемки проходит Поэтому будем сейчас рассматривать эту видеокамеру Panasonic Надеюсь, отличная камера Это именно видеокамера, друзья! Посмотрите, какая камера просто четкая Это его коробка Я купил его за 130 тысяч ченген В рублях это около 27 тысяч рублей Вот такая вот у нас его коробка Прикупил я вчера его И сейчас мы посмотрим вообще, что это за такая камера И что в комплектации идет V760 здесь написано Здесь у нас на коробочке написана вся необходимая инструкция Также здесь все кабели присутствуют Только microSD флешку, то есть флешку, карты памяти нету здесь Вот у него, это его прыжка, кто знает, кто знает Так, вот такая вот у него Картонка Здесь у нас куча всего необходимого Это все, что нужно Больше в коробке ничего нет Еще одна, кое-какая вещь есть еще здесь Вот такая вот штука В комплект ничего не входит Вот такая вот коробка Это инструкция по использованию Если вы не знаете, то вы можете обратиться к этой инструкции Здесь подробно все рассказано об этой камере Есть вот такое вот крепление Не знаю для чего это крепление Может быть к штативу крепление А может быть еще для чего-то Не знаю Действительно Вот у нас это кабель HDMI на mini HDMI То есть HDMI на mini HDMI Это для подключения нашей видеокамеры, допустим, к телевизору Или к вашей видеокарте подключить вы можете его То есть вывод изображения с вашей камеры Теперь у нас еще имеется здесь Это у нас зарядное устройство Здесь это подключение на питание Подключаете к камере и заряжаете его батарейку И это USB USB на вилку На вилку подключаете и начинаете заряжать Вот здесь его разъем здесь есть сбоку Также Есть вот такой вот кабель Это USB кабель для подключения к компьютеру Подключаете к компьютеру И начинаете передавать видео Которые вы отсняли с этой самой камеры Камера очень классная, друзья Съемки просто шикарные Звук даже лучше Сейчас я вот, допустим, записываю на этот фотоаппарат Здесь звук намного хуже Хотя я очень долгое время снимал с этим фотоаппаратом Но очень много шумов, друзья И понимаете, что в качестве видеосъемки для YouTube Нужно очень приемлемое Здесь Full HD Не 4K, а именно Full HD 1920 на 1080 Мне вполне достаточно будет этой камеры 50p Также здесь вот у нас здесь все написано Расписано, для чего это нужно камер Здесь не так много кнопок Но обычный пользователь разберется Все на русском языке Даже если я сейчас включу камеру Вот я включил камеру Сейчас microSD карту я перекинул на этот самый фотоаппарат И поэтому здесь камеры нет Как видим, уровень съемки просто шикарный Это вы все увидите позже В последующем видео будет съемки проходить Именно на этот самый Panasonic И вы заметите, что камера просто шикарно снимает Мой звук будет хорошо передаваться И эта камера просто отличное решение Здесь рукоятка Если я свой цифровой фотоаппарат Очень-очень мне тяжело его держать На одной руке То эта камера будет проще Намного проще будет с ним ходить Потому что она очень легкая На моей руке сидит хорошо И здесь ремешок есть С помощью этого ремешка удобно управлять И даже зуммирование Очень сильное зуммирование Он может прям 50-кратное зуммирование Посмотрите, насколько классно зуммирование И меню очень простое Для обычного и сенсорный экран Этим мне нравится эта камера Я буду им пользоваться И просто, знаете Его носить с собой очень даже удобно И здесь прям, я не знаю Ну просто шикарно, друзья Вот его батарейка, она съемная Снимается Можно отдельно снять И также Кто-то говорит, что на него аккумуляторы очень дорогие Может и так, не знаем Не знаю, насколько его хватит Вот у нас здесь кнопка для записи А сверху кнопка фотографии Можно фотографии делать Камера очень простая и удобная в использовании А также к нему можно петличку подкручить сюда Микрофон На микрофон и вход петличку подключайте И может ваш звук еще лучше передавать будет Поэтому можно использовать таким образом Я буду пользоваться этой камерой Просто, знаете, в будущих видео вы все это увидите сами уже Максимальное разрешение видеосъемки 1920 на 1080 в Full HD видео Матрица 12.76 Мегапикселей Тип BCI, MOS Размер 1 на 2.3 Фокусное расстояние объектива 4.08 81.6 мм Зум оптический 20х Зум цифровой 60х Выдержка 1 на 8000 1.25 секунд Диафрагма F8 и F3.6 Микрофон Стериофионический Варио микрофон С поддержкой объемного звучания 5.1 Порт Микро USB 2.0 Выход Мини HDMI Композитный аудио-видео выход Микрофонный вход Зачелка освобождающийся адаптер колодки Встроенный динамик пищалка Кнопка переключения режима работы Комкодер Плеер Кнопка функции ровного снимка Автоматическое выравнивание горизонта При наклоне камеры Максимальный допустимый угол 45 градусов Кнопка активации Встроенного адаптера беспроводной связи Кнопка принудительного включения Отключения аппарата Фиксатор аккумуляторной батареи Кстати о батарее Прилагаемый аккумулятор позволяет вести Беспрерывную видеозапись в течение 130 минут Статическая сцена режима 1920х1080 50i Напомню старшая модель работает в таком же режиме Немножко меньше Впрочем при таких изменениях Погрешности может быть очень высокой Поскольку на время работы от батареи Влияет множество факторов От особенностей снижаемые цену До окружайшей температуры Карта памяти помещается в отсек Расположенный в нижней части корпуса Этот отсек закрывается Утапливаемой внутрь подпружиненной крышки Кстати эта крышечка имеет склонность Во время Во все время открываться Стоит ли задеть рукавом, ладони или внутренней поверхностью сумки При вытаскивании Давайте подведем итог Хочется отметить что камера за свои деньги Вполне неплохой вариант Картинка у нее хорошая Стабилизация прекрасная Возможность питания от поварбанк Возможность подключения микрофона Небольшой вес 350 грамм И мобильность Делают ее отличным помощником В решении ваших творческих задумок Буду ли я рекомендовать его к приобретению Конечно же буду Довольно отличная видеокамера Панасоник Здравствуйте, здравствуйте дорогие зрители Сегодня с вами Сетс Март И в этом видео мы рассмотрим Обзор с этой самой видеокамеры Это у нас, друзья, наш Панасоник Панасоник HC V760 Мы будем рассматривать его Ведь сейчас съемки идут именно на эту самую камеру И надеюсь, съемки отличны, друзья Ведь он записывает в Full HD А также он записывает 50p И вот до этого я снимал именно на этот самый Nikon DX3300 Все съемки проходили именно на этот самый фотоаппарат Он довольно увесистый и тяжелый Его держать не очень-то удобно И этот именно фотоаппарат, друзья Это не камера Это фотоаппарат Он предназначен для фотосъемок И на него я все видео записывал И в дневном освещении он как-то еще более-менее записывал Но в ночное время это был просто ужас Всегда были какие-то шумы Нефокусировка очень плохо работала И также экран при записи на экрана Всегда были шумы И если какие-то мелкие детали Он просто его не захватывал И из-за этого я мучился, друзья А теперь этот самый Панасоник Здесь даже, наверное, звук передается Я не буду обрабатывать звук Проверим, как звук работает на этой самой видеокамере Надеюсь, мы сумеем теперь в будущем записывать отличные видео Тем более вспышка только что сама включилась И я еще не разобрался во всех настройках Но надеюсь, все будет прекрасно работать Давайте запустим наш ПК и проверим нашу запись Вот я включаю свой компьютер И мы в последующем будем сборки записывать именно с этой самой камеры Надеюсь, у нас все получится И мы в будущем будем снимать отличные видео, друзья На эту самую камеру И будем просто прекрасные записи вести на эту самую камеру Ты мой друг, подпишись И на лайки не скупись Я сниму еще видос, если вам понравилось И зашлите мне донат, буду очень-очень рад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!